Слушайте, ну зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Беларуси? Это икона, это святое. Ну, вы россияне, да? Россияне, вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я не о независимости говорю. Для меня независимость – это понятие относительное. Суверенитет – это все, что в границе. Никто, никогда, ни одно государство, примером, там у Китая является, они никогда не разговаривают о суверенитете. Поэтому нет у нас проблемы с суверенитетом. И даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы. Мы исходим из того, что сегодня есть два государства. Вы знаете, как они образовались. Не мы были инициаторами с президентом развала того государства. У нас одинаковая позиция по этому вопросу. Ну, так случилось, что два государства. Вот вы бы послушали сегодня наших министров, вы бы за них порадовались. Мы вообще не разошлись, если взять Украину. Суверенитет – это тоже суверенитет государства. Вы посмотрите, какой огромный разрыв за несколько лет образовался. А мы разговариваем на одном языке и понимаем одинаково проблем. Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на этот вопрос? Поэтому это вам надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы, какая бы ни была мощная Россия и огромная, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Ну а тем более мы, и нам это ей не нужно. Поэтому готовьтесь вы в своем сознании, в своем поведении, цели ставьте перед собой, имею в виду народы России и Беларуси. А мы будем их реализовывать, мы ваши слуги. Спасибо.